Что нужно для начального девопса? Короче, смотри, как я это вижу сейчас. Мне кажется, сейчас девопсы, но это мое сугубо личное, не очень профессиональное девопсерское мнение. Мне кажется, сейчас любому девопсу, начальному-неначальному, нужен кубер. По-любому. Нужен кубер, терраформ и ансибл. Я активно недавно шерстил требования по вакансиям девопсов, поэтому у меня инфа в голове еще свежая. То есть я даже на HeadHunter заходить не буду, чтобы это все дело показать. Я буду, так сказать, с чистого листа с инфы свежей говорить. Короче, кубер, терраформ, ансибл, ELK, ELK стэк, это Elasticsearch, Logstash, Kibana, ой, не Logstash, короче, это Elasticsearch. Да бог ты мой. Я просто буду, что я там что-то... Elasticsearch, Kibana, Logstash. Да, все, я ничего не путаю. ELK хорошо бы, но это такое уже, знаешь, допом. Прометеус, Графан обязательно, обязательно прям. Что еще? Ну, то есть вот получается кубер, ансибл, терраформ, Прометеус, Графана. Это набор минимум. ELK это плюсом. Хорошо бы иметь. Сейчас востребованы достаточно всякие штуки с MLops. Если ты хочешь иметь конкурентное преимущество, это MLops или Secops. Но я больше как-то по MLops увидел. Такая очень специфическая история уже начинается. А, ну и, конечно же, настройка CICD пайплайнов. Ну, это GitLab зачастую, это обязательная штука тоже. Поэтому вот такой, это вот для начинающего, то есть еще раз, для начинающего DevOps'а нужно Kubernetes, Ansible, Terraform, Графана, Prometheus, настройка CICD. Ну, докер, конечно же. Это такой комплект минимум. Дальше мы добавляем, это уже до плюшки, ELK, OpenTelemetry, Vault. Ну, Vault можно, кстати, к первой части отнести. Ну, и потом еще следующий уровень, там всякие MLops, Secops, приблуды. Мини-Io. Ну, это, грубо говоря, всякие persistent storage, чтобы ты умел подключать и обслуживать. Тоже хорошая история нужна. Конечно же, база по Linux'у очевидна, это тоже нужно. Это все в начальный уровень. Ну, я как бы это не упоминал, мне казалось, это очевидная вещь. Ну, на всякий случай проговорю, да, мало ли кто-то считает, что можно не знать Linux'у, да, но знать кубер.